Диспетчерский отдел Здесь центральная диспетчерская служба скорой помощи Всего города Бишкек, то есть все звонки по 103, они стекаются сюда Здесь сидят диспетчера по приему вызовов Потом сидят те, кто консультирует пациентов по телефону Те, кто занимается контролем бригад, распределением вызовов между ними Здесь мы на наших четырех мониторах Видим и контролируем всю работу скорой помощи по городу То есть мы видим всю телефонию по диспетчерской Мы видим список наших вызовов, наши бригады, их состояние и расположение в городе Мы видим, в каком статусе кто находится То есть кто едет в пути на вызов, кто-то уже в работе Находится сейчас у постели пациента У нас не осталось ни одного рабочего процесса, который бы не был автоматизирован и цифровизован Когда мы работали до эпидемии, мы его сейчас называем мирным временем Даже тогда нам не хватало наших ресурсов для того, чтобы удовлетворить потребность города Бишкек в службе скорой помощи То есть если на Бишкек, учитывая население, нужно более 100 бригад скорой помощи То у нас их 38 всего лишь было Сейчас у нас по сравнению с этим мирным временем Количество обращений возросло в 3-4 раза Звонков у нас в 4-5 раз больше стало Треть, ровно треть наших сотрудников находится на больничных листах Они болеют, тяжело болеют, к сожалению И естественно все это накладывает отпечатки на то, насколько оперативно сейчас работает скорая Сейчас же мы занимаемся не только коронавирусом, пневмониями Никуда не делись автоварии, никуда не делись инсульты, инфаркты и так далее Сердечные приступы, гипертонические кризы, они все есть К ним всем еще и накладывается огромный-огромный плац больных Которые связаны с коронавирусом и с этой эпидемией Но бывает даже так, что мы там все руководство И мы постоянно здесь находимся То есть есть такие ночи, когда у нас главный врач, директор скорой Сидит в диспетчерской, принимает вызовы, разруливает бригадами и так далее Я в это время выезжаю к пациентам на бригаде Заместитель директора там в это время сидит на месте врача-консультанта Консультирует население по телефону То есть все вот в такой вот полной работе по максимуму То есть у нас есть диспетчерский отдел, у нас есть машины У нас полное оснащение средствами индивидуальной защиты Значит вот в этом году, с начала всей эпидемии У нас не было ни одного вызова, ни одного случая Чтобы бригаде не было что надеть и средств индивидуальной защиты То есть техническое, с тем, что можно купить за деньги У нас есть все, но у нас нет людей У нас их катастрофически не хватает В мирное время у нас было больше 80 врачебных ставок свободные То есть мы теоретически, мы сейчас можем прямо сейчас 80 врачей взять на работу Официально трудоустроить, у нас есть штат на них Но их нету Потому что маленькая зарплата Потому что крайне тяжелые условия работы труда Неимоверная нагрузка, неимоверная ответственность за жизнь пациента Потому что это очень серьезно все Это все выливается просто в дикие проблемы К тому, что за этим всем стоят человеческие жизни И, конечно, это все выливается в большие проблемы В задержке приезда скорой помощи Просто физически ко всем не успевают Поэтому есть нарекания сейчас к нашей службе И справедливые нарекания То есть, но как бы все не работали на максимуме Но выше своей головы не прыгнешь Обычно у нас может быть все заставлено машинами Сейчас вот это резервная машина Это вот новая, она сейчас оформляется, чтобы поставить номера Вот сейчас вот одна вот бригада У нее пересменка, санобработка Там они уезжают дальше на вызов Эта там машина запасная стоит, резервная То есть, абсолютно все в работе Мы чувствуем, что мы нужны сейчас То есть, эмоционально есть какой-то подъем Плюс мы чувствуем поддержку населения Мы чувствуем поддержку общей всей страны И мы понимаем, что сейчас каждый пациент Которых очень много Они все нуждаются в наших знаниях В наших умениях Вообще, врачи, медицинские работники Это такая Это отдельный слой населения С какой-то очень странный складом психики Потому что работать за такие деньги С такой нагрузкой Каких-то объяснений нету Но некуда деваться Кто-то же должен сейчас это делать То кто, если не мы, да Поэтому сейчас, по-моему, уже не осталось Незадействованных медработников Кто-то в стационарах работает В обсервациях, в дневных стационарах А это все колоссальная работа Мы же не говорим, что работает только скорая Нет, конечно, сейчас абсолютно все на передовой Сейчас никто не остался в стороне Даже с физической стороны Находиться сутки В защитном костюме С одного вызова на другой Уже просто-напросто жарко в них очень У нас есть случаи, когда вот бригады сюда приезжают Уже там отработав сутки Во всем этом облачении Они буквально в обмороке падают Потому что это нереально физически Вот они подъезжают, а мы там бежим За бутылкой воды и так далее Это очень тяжело И сейчас единственное, что вот нас морально убивает всех Это то, что мы не успеваем помочь каждому Вот это сейчас самое тяжелое и гнетущее Понимать, что сейчас целый город Нуждается в медицинской помощи И возможно мы там не ко всем успеваем Вот это тяжело Спасибо медикам за шанс Вы отдаете жизнь за нас Я не знаю, сможем ли Когда-то вам отдать долги Простите, мамы и отцы Мы так запутались во лжи Мой Кыргызстан, прошу терпи Все будет хорошо там впереди Все будет хорошо там впереди Дыши, дыши, дыши Дыши, 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 дыши Дыши, 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 дыши Дыши, 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 дыши Дыши, 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 дыши